То есть определились с тем, что в каждом человеке есть набор, формула души какая-то, набор его аспектов любви к жизни. И с людьми с похожим набором будет чувство притяжения. И логично, что есть на свете такой же человек с таким же набором аспектов любви к жизни. Понимаете? То есть если у меня там 20 каких-то таких аспектов, и у другого человека 20 точно таких же аспектов, то мы максимально друг с другом совпадаем. Это называется там близнецовое пламя или там половинки, как угодно. Физический смысл в том, что два человека вступают в химическую реакцию душ без остатка. То есть абсолютно такое чувство завершенности возникает. Обычно это не так. То есть вот такая динамика между людьми, такой резонанс, его на самом деле достаточно трудно выдержать, потому что у нас по-прежнему есть много чего в подсознании. Когда активируется много аспектов, приходится работать с большим количеством барахла, которое он активирует. Если мы сразу встречаем человека, с которым у нас максимальный резонанс, максимальный, у нас все аспекты души начинают зажигаться, и они начинают вытаскивать, ну как бы активировать те конфликты внутренние, которые до этого отдыхали, ну были в спящем состоянии. А почему это происходит? Энергия поднимается просто? Да, потому что когда мы не в резонансе с другим человеком, ну просто сами по себе, у нас есть какие-то конфликты, ну мы как-то терпим серединка наполовинку. То есть какая-то эмоциональная энергия, какой-то стресс, он немножко есть и нормально. Когда встречаемся с человеком, то это все усиливается в разы, и тот же самый стресс, он тоже усиливается. И соответственно в этих отношениях нужно очень быстро работать с этим барахлом, то есть не позволять себе ни малейшим, ну не терпеть, а работать именно с ментальными программами, которые эти энергии ограничивают, искажают. То есть с природой любви разобрались, разобрались, что есть на свете такой человек, который полностью с вами совпадает. И в принципе путь любви, эволюции любви, он идет к тому, чтобы встретить этого человека. И в каждом из нас есть, я думаю, есть вот это чувство, кто этот человек, какой он. Есть вот этот поиск души, то есть это притяжение, куда-то не знаю куда, но я его ищу. Вот. И здесь важно тоже понимать, что иногда может прийти человек, у которого есть резонанс, но не полный, и он будет восприниматься очень красиво, очень сильно, и главное не поставить себе, что да, это тот самый человек. Потому что, ну здесь у нас мы живем в моногамном обществе, где если у тебя с кем-то, ты хочешь делать детей, там семью и все такое, то это значит все, до конца жизни, что ты должен поклясться верности, там и все такое прочее. И как бы это правильно, но как бы и нет. Потому что часто нам хочется создать семью с человеком, с которым нет полного резонанса. И это нормально, то есть есть конкретные аспекты семьи, то есть вот эта любовь к тому, чтобы была семья, чтобы был дом, чтобы что-то вместе делать, там совместное дело, совместно детей воспитывать, ну приносить их в этот мир и ухаживать, заботиться о них и так далее. По этим аспектам может быть резонанс, а по другим может не быть. И это нормально, то что вы с этим человеком решили проживать эти аспекты и доверились этому, принесли детей в этот мир и все такое. Это нормально. Вот, не нужно только фиксировать, что вот это тот самый человек. Не нужно делать, не нужно заканчивать свой поиск. То есть это мучительно для души, если вы как бы ее обмануете и говорите ему, что это тот человек, потому что она точно знает.